Начнем с прикормки У меня осталось с прошлой рыбалки пол-палочки черного леща Вкусно пахнет, интересный запах у него Даже немножко дает подсолнечным маслом есть такое тесто И купил на пробу с Настей Здрасте Интересно сравнить эти прикормки Сладковатый запах Даже слегка карамель дает Совершенно разные С Настей Здрасте чуть-чуть более крупная Чуть-чуть более крупная В принципе такая же, разницы почти нет И тональность более светлая, более серая И с легким запахом карамели Как будто бы И кукурузы Да, легкий запах карамели И есть даже запах пуккорна Попробуем Я думаю, полторы пачки на сегодня хватит Сегодня в планах карась Значит, на этом водоеме много мелкой густеры Подлещика И бывали экземпляры, попадались Их грамм до 150 до 200 Прикормку поэтому буду делать очень тяжелой Мне не нужно, чтобы на точку заходила Подлещик с густерой заходили Мне нужен карась Поэтому буду стараться совершенно не пылить Бывают ситуации, когда в водоеме много подлещика Грамм 150 и выше Он заходит на точку и не пускает карася Поэтому в таких случаях, где много такого подлещика Прикормку нужно на карася делать максимально-максимально тяжелую Даже близкое к пластилин Чтобы она совершенно не пылила И не была интересной подлещикой Первый этап добавки воды готов Теперь запах попкорна чуть есть И на попкорна Интересный запах Здесь оттенок сладкого и оттенок попкорна Мне очень нравится пока Конечно, может быть для зимней рыбы это будет Хотя под вопросом По зимней именно рыбы надо пробовать Но сейчас уже начала вода прогреваться Полез камыш Рыба сейчас подтягивается к берегу Будет более обильно питаться, стараться Если мы все устроим Должны рыбку поймать Все, первый этап готов Сейчас занимаемся удилищем А потом дольем водичкой Ну что, друзья С точкой ловли я определился Прикормка готовая Сделал максимально тяжелую, чтобы не пылило И по мере подсушивания будут добавлять влаги Чтобы прикормка была максимально тяжелая Значит, водоем очень цаилиный Под тем берегом есть участок более-менее твердого дна И близко под этим Считать Кидать на дистанцию Под 70 метров я не вижу смысла Поэтому буду ловить под этим берегом Дистанция ловли у меня 25 оборотов Это примерно 15 19-20 оборотов 19-20 метров Сейчас сделаю порядка 10 Вот таких больших закормочных Кормушек Для закорма И дальше будем ловить На данный момент Никакую жидность Прикормку я не добавляю Буду добавлять Резаного червя и опарыша По ходу ловли Маленькую кормушку Оставлю Которую буду ловить Если будет необходимо В данный момент Просто создаю стол Из вкусно пахнущей кормки Последняя кормушка Ну что ж Закорм готов Сейчас поставим Нужную нам по размеру Кормушку Оденем поводочек Начнем ловить рыбку При работе на илистом дне Кормушки лучше выбирать С широким грузом С плоским Вот такие кормушки Где более узкий груз Будет сильнее ввязнуть выле Такие лучше будут скользить Поэтому если ловите на лу Выбирайте максимально широкую плоскость Или уже пластиковые скрылинии Если не нужно далеко бросать Ловите недалеко Пластиковые скрылии Вне зависимости от груза Отлично Работают на илистом дне Не проваливаются глубоко Так кормушка Даже на глубоком илистом Проваливается не глубоко Но вот это все равно Зайдет меньше Вот это зайдет глубже Кормушки чаще всего Заходят в илистом дне При поджиговке То есть при работе на илистом дне Поджиговку Лучше не делать до тех пор Пока из кормушки Полностью не выйдет прикормка Сейчас ставлю вот такую небольшую Кормушку 20 грамм Кресновская маленькая И поводочек Что, что мы поставим Для начала Поставим На 12-м поводке 12-й крючок Соды Повноровский Поводок длиной 30 см С этого и начнем Поводок крепится просто Петля в петлю Ну а с наживок Начнем с опарыша Возьмем два опарыша Один красненький Один беленький Овторный Овторный Отпишись Один белый Один белый Один белый Один белый Днем Возьмем Один белый Красненький Днем Все, ждем поклевки. Рыба в полном игноре, вообще ноль. Уговорил всего три карасика и два из них забагрил. Размотал удочку, попробую, может что-то будет на удочку, хлебать не хочет вообще. Перебрал все насадки по десять раз туда-сюда, ноль. При этом эмпирически вижу, что рыба заходит на точку, привортник шатает, а брать не хочет. Из насадок у меня обширный вариант, выбор, что им надо, не знаю. Попробую фидер, пусть стоит под дубинем, может на удочку получится. Я это сделал. Вот такого малыша опять забагрил. Жесть. Жесть, жесть, жесть. Какое-то оживление. Третья поклевка на маску. И опять забагренный. Кто-то говорит о чем. Рыба есть на точке. Она заходит. Рыба есть на точке, заходит, наклевать не хочет. Что ей надо, я не знаю. Огромное количество насадок, за исключением мотыля. И полный игно. Иди сюда, иди сюда на маночку. И тоже багренный. Не, в рот. Иди сюда, 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 и Субтитры создавал DimaTorzok Иди сюда, дорогой, иди Иди-ка Я его все-таки снял на камеру Я его сделал вот такой красивый Очень красивый, друзья Знаете, какой желтый Красавец Эх, красавец И сюда, красавец Иди сюда Вот такой Есть он там, но Непредсказуемо и осторожно Ну что, друзья Получилось, как меня и предупреждали Рыба в полном игроме Игнори Клевать не хотела Взял ровно 10 карасиков Красивых, вкусных Подловил чуть-чуть На фидер Ловил в двух точках Одна близко здесь, под берегом Потом ушел на дальняк под тот камыш Получил на фидер всего две поклевки за день Это густерка И карасик И все Самое интересное, видно было, что рыба на точку заходит И вверх не входит ходуном Брать насадки категорически Отказывалась Перепробовал все варианты Разной длины поводков Разной толщины Разные насадки Из насадок у меня была кукуруза Червь, опарыш Белый-красный Манка Перловка В один момент все-таки размахал махалку Закормил точку И карась начал иногда по чуть-чуть подходить Было много сходов Было много пустых поклевок Но вот 9 из 10 Это на махалку Не зря ее с собой стал брать И вот выручает Самая лучшая наживка Одну рыбу Я поймал на перловку Остальные поймал на манку Как я и предполагал Манка будет на данный момент В таких ситуациях Вне конкуренции Друзья, до новых встреч Желаю всем Хорошего клева Хороших рыбалок До встречи на воде